Мы живем в удивительном времени, которое, с одной стороны, частично повторяет некоторые события, которые выделяешь, а частично является абсолютно уникальным. И скорость изменений все время нарастает, и я думаю, что окончательно все появится в ближайшие два-три года. Значит, что повторяется? Вот экономический кризис, который был в странах мировой системы социализма и в СССР в 80-х годах, имел абсолютно объективную экономическую основу. Так, модель экономического развития СССР была такая же, как на Западе. Это была модель губления и разделения труда. Собственно, СССР в мировой экономике выступал как государство-корпорация. Поскольку в корпорациях никогда не бывает внутренних конкуренций, там всегда планирование, то в этом смысле еще удивительного в системе государственного планирования в СССР и не было. Но внутри, в части распределения того продукта, который создал экономика, как раз и был социализм. Условно говоря, социализм в СССР состоял в том, что все граждане, ну не только в СССР, но и в других стратегических странах, что все граждане были акционерами этой корпорации. Была некоторая сложная система перераспределения этих вот акций. Соответственно, ну, очень условно. Чем дольше человек работал, чем выше его статус был, тем он имел больший пакет. Так вот, тем не менее, эта система в базе своей обладала теми же недостатками, которые обладает система закона. А именно, она нуждалась в постоянном решении. Вот это ключевая проблема капиталистической модели развития. Необходимо постоянное решение. Вообще, если рассматривать историю капитализма, то все 500 лет его существования – это постоянная борьба отдельных систем разделения труда, непрерывно растущих друг с другом. До тех пор, пока их было мало, проблем с расширением не было. Проблемы начались в конце 19 века. И мы видим Первую мировую войну, Вторую мировую войну, а потом Холодную войну. Так вот, в СССР после войны, после того, как реально расширилась сфера экономического влияния СССР, темп роста достигали колоссальных причин. 15% в год. И когда в 1960 году Никита Сергеевич Хрущев сказал, что в 80-м году советские люди будут жить при коммунизме, то, в общем, он имел в виду то, что эти темпы роста будут развиваться в СССР. Ну, еще 20-х, с 60-х по 80-х год. Вот и прикиньте, 15% в год в течение 20-ти лет. Насколько бы выросла экономика СССР. Если бы эти 15% бы и получались. Но проблема состояла в том, что ровно с 61-го года темпы роста в СССР стали уменьшаться ровно в связи с невозможностью расширения рынка. В СССР эта проблема была осознана. Это называлось падение фонда отдачи. Но сделать ничего не получалось, как мы сейчас понимаем, потому что это базовые экономические законы. В результате темпы роста стали нулевыми где-то к году 1982-1983. То есть, аккуратно смерть Леонида Лича приняла. И вот после этого начались уже проблемы и политические, потому что ситуация требовала ресурсов, для решения возникающих проблем, а ресурс сокращался. Чем закончилось, это все мы знаем. А вот теперь давайте посмотрим на ситуацию в США и в мировой экономике. Последние 20-е, ну, собственно, с 2000-го года. Условно говоря, с кризиса в 2000-м году. мы увидим, что картинка практически один к одному вот такая же. Просто один к одному. Темпы роста падают, эффективность вложений падают. Это очень хорошо видно по стоимости кредитов. В Соединенных Штатах Америки в 1981 году четкая остатка Федеральной Безермы была 19%. К концу 2008-го года она стала равна нулю. Все, эта модель больше не работает. Они тянули, 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 но как-то не вытянули. Очень хорошо это видно на примере Германии. В Германии стоимость кредита уже стала отрицательной. Я прошу прощения, это приболит немножко, поэтому скажу. Абсолютно такая же картина, как была в СССР. темпы роста упали до отрицательных значений. разумеется, правительство и их статистические органы постоянно рисуют разные красивые циферики. Все прекрасно понимают, что если у вас ставка в депозитном банке минус 0,2% то экономического роста будет неруманно. Ну, я много разговариваю с разными бизнесменами такого среднего уровня, среднего, то есть, которые сами занимаются своим бизнесом. Потому что как только начинают заниматься бухгалтерами, то бухгалтеры начинают рисовать красивые циферики. И проверить очень трудно. А вот когда человек сам занимается своим бизнесом, он знает точно, растет его бизнес или падает. Все в этом поверят, что в последние лет 5-8 имеет место постоянное сокращение капитала. Воспроизводства нет. Фактически сегодняшняя мировая экономика и экономика Соединенных Штатов Америки это СССР 1989-1990 годы. При этом в СССР не сумели понять, что реально происходит. Но еще живы большая часть тех экспертов, профессоров, которые в теме считались главными. Я с ними много разговаривал. Но в общем, они так и не поверят, что произошло. То есть вот эта модель остановки экономического роста в условиях невозможности решения рынков, она не является до сих пор общепринятой экономической народом. Хотя она была в первый раз сформулирована еще Адамом Смитом. Проблема состоит в том, что Адам Смит, когда он сформулировал эту свою логику, для него она вносила абсолютно абстрактный характер. А в середине XIX века Карл Маркс понял, что поскольку земля ограничена, то из логики Адама Смита об остановке экономического роста в западной системе немедленно следует, что капитализм конечен. Ну просто когда вся земля станет единой системой разделения труда, то дальше расширяться будет нет. Это означает тотальный кризис капитализма. Обращаю внимание, для Маркса в середине XIX века это так же, как и Адама Смит, был абсолютно абстрактный. Он был абстрактный и после смерти Маркса. Перед, между Первой и Второй мировыми войнами в мире было пять независимых систем разделения труда. Британская, германская, американская, японская и советская. После Второй мировой войны осталось две системы разделения труда, советская и американская, она же западная. И они могли усиливаться друг за счет друга. После 91-го года осталась одна единственная система разделения труда. То есть, наконец-то появилась та самая ситуация, о которой говорит Марк, как о предпосылке пролетарской революции. Что больше этой системы капиталистической развиваться не может. теперь вопрос. Что думать? Да, к слову сказать, те модели, которые мы сегодня разрабатываем и о которых я рассказываю, они придуманы были в своем первоначальном варианте еще розовик с юборг в начале 20-го века. То есть понимание сегодняшнего кризиса оно уже начинало приходить еще в начале 20-го века, когда его еще не было. Вопрос, а почему эта тема была закрыта? Закрыта она была вот почему. Ну, в политэкономии, в советской, она была закрыта, потому что Роза Люксембург ругалась с Лениным, а ругать Ленина в СССР было вне земли. А в западной экономике она почему исчезла? Дело в том, что тема конца капитализма страшно не нравилась капиталисту. Ну, что, впрочем, в этом месте их можно поднять. И они профинансировали создание альтернативной экономической науки, альтернативной политэкономии, которую назвали экономикой. Отличие экономикса в политэкономии в том, что в экономиксе нет конца капитализма. Думать на эту тему запрещено. Разумеется, если бы все бы оставалось в рамках макроэкономики, как в политэкономии, то эта тема всплыла автоматом. По этой причине была разработана микроэкономика. Теория фирмы, теория домохозяйства. И экономикса это прежде всего микроэкономика. В микроэкономике никакого конца капитализма нет. И быть не может. А с 2008 года, когда начался кризис, прошло 11 лет. за это время было посуждено 11 премий памяти Нобеля, то есть самых высших экономических наград. Ни одна из тех работ, за которые была присуждена эта премия, не касалась экономического креста. Фактически экономическая наука отказалась обсуждать самую насущную экономическую проблему с ситуацию. И в результате, в отличие от ситуации 1991 года, мы оказались в крайне сложной ситуации. Вот почему. В 1991 году было понятно всем, что модель социалистическая сломалась и проиграла. неважно почему, но осталась модель капиталистическая. Поэтому надо задружиться с Западом. Лучше всех из ассоциалистических стран это получилось у Польши, у некоторых, например, у Грузии и у Украины получилось совсем плохо. Фактически эти государства находятся на грани исчисновения с политической картой мира. Но неважно. Важно, что было понятно куда идти. А сегодня из-за того, что экономическая наука на эту тему вообще не думала, мы столкнулись, ну в смысле человечества, с очень тяжелой ситуацией, когда непонятно, что будет после кризиса. возникает вопрос, может быть, Маркс на эту тему писал? Нет, не получается. Дело в том, что Маркс писал об этом в 19 веке, и в общем, те, кто помнит по школе, что он там писал, там ключевую роль играет пролетариат. Но сегодня в мире пролетариата практически нет. Ну, в том масштабе, в том качестве, который был в 19 веке. Его просто нет. в 19 веке. И по этой причине весь объем тех идей и мыслей, которые выдвину Марксу, которые, может быть, были вполне себе актуальны в 19 веке, сегодня он просто не работает. Что с этим делать? Обращаю внимание, что вообще говоря, любой политик, должен, общаясь со своим избирателем, объяснять им, как именно он собирается защищать их интересы. То есть он должен говорить о будущем. Должен говорить, мы для того, чтобы вас защищать, будем пытаться сделать то-то, то-то и то-то. В сегодняшней ситуации, особенно это хорошо видно в Евросоюзе. Политики абсолютно не могут объяснить, что будет. То есть они говорят, кризис закончится скоро и будет всем счастье. Но сначала им верили, а потом стали сомневаться, сейчас вообще не верят никому. И мы это хорошо видим по кризисам традиционных партий, что в Германии происходит. Претензии к Андре Меркель, к ХДС, к социал-демократической партии, они все построены на одном единственном обстоятельстве. Они не могут сказать, что делать, чтобы завтра уровень жизни был хотя бы не хуже, чем сегодня. Все понимают, что жизнь падает уже много лет, но пускай по чуть-чуть, но падает, падает и падает. А девушки? В этом смысле, кстати, России сильно повезло, потому что мы единственная страна, в которой остались альтернативные либеральные экономические школы, именно поэтому мы теорию кризиса написали. Вспетация названа. Но проблема от этого никуда не девается, потому что теория кризиса это теория, почему кризис и какой будет кризис. А проблема, что делать после кризиса, от этого никуда не девается. В Соединенных Штатах Америки появился Дональд Трамп. Ну, он, конечно, обаяшка, и в этом смысле народ за него может голосовать и просто потому, что он будет весь из себя атаковать в замечательном мире. Но что делать, он тоже не говорит. То есть он объясняет, мы должны вернуть производство в Соединенные Штаты Америки, ликвидировать дефицит внешнеторгового баланса, по возможности реквизировать дефицит 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 и дефицит такого в этом нет. Но фокус тут вот в чем. Дело в том, что вывод производства в Китае, например, не уменьшал власть США, а увеличил. Ну, для примера, как это происходило. В Соединенных Штатах Америки производили джинсы. Стоимость джинсов была условной 100 долларов, из которых 96 долларов это были издержки, а 4 доллара это была добавленная стоимость. То есть, иными словами, вклад в ВВП от производства джинсов был 4 доллара из 100. Да, разумеется, остальные 96 тоже были частично в налоге, частично в зарплату дали по как бы цепочке производственной, но мы сейчас говорим только о джинсах. Теперь эти джинсы стали производить в Китае. В Китае себестоимость производства джинсов 4 доллара. Продается они в Соединенных Штатах Америки за 20 долларов. добавленная стоимость 16. Эти 16 на первом этапе делились так 4 доллара китайцев. То есть, 100% рентабельность джинсов. А еще 12 это американским посредникам. На этой схеме вырос Walmart из современной литерии. То есть, продается продается джинс за 20 долларов. Из них добавленная стоимость которая 12. То есть, иными словами 60% вклад. Но там на самом деле еще они аналоги платили. но все равно вклад в ВВП сильно больше чем те 4 доллара, которые были, когда джинсы производились внутри США. Разумеется, при этом исчезают рабочие места. Те, кто шил джинсы, не могут ничего делать. но когда у вас прибыльность 12 долларов, то эти 12 долларов в результате перераспределения в экономике создают рабочие места всякого рода экспертов, аналитиков, неважно кого, продавцов. Ритейл сегодня в США крупнейший работодатель. Так вот, можно, конечно, да, обращаю ваше внимание, а джинсы стоят 20 долларов. То есть на 100 долларов можно купить теперь 5 пар джинсов. А можно купить одну пару джинсов, а оставшиеся 80 долларов использовать для обслуживания кредита, который был взят на покупку какого-нибудь гаджета. В результате произошло то, что называется сейчас информационная революция. В этой ситуации как возвращать производство обратно в США большой вопрос. Потому что проблема не в том, чтобы создать новые рабочие места для тех, кто будет шить джинсы. Это США могут. Проблема в том, что джинсы будут стоить не 20 долларов. основа 100. То есть иными основами покупательные способности американской заработной платы сильную падение. В США с 1981 года с введением регионовики очень активно стимулировали частный спрос. путем роста долга. Средний долг американского домохозяйства очень сильно вырос за это время. Примерно с 60% от реально располагаемой доходов к долгу до 130%. Сейчас чуть-чуть упало около 100%. Но все равно долг очень большой. Стимулировать спрос дальше нельзя. Если спрос будет падать, то будет падать вся долговая экономика. Экономического роста уже нет, потому что граждане не могут брать дополнительные кредиты, потому что они не могут брать ставку. Конфликт между руководителями Федеральной резервной системы США Пауэлла и Трампом. Пауэлл хочет поднимать ставку, а Трамп ее опускать связано с очень простой причиной. Доходность капитала отрицательна. И отрицательна она потому, что учетная ставка очень низкая. Пауэлл хочет поднять учетную ставку, чтобы снова стало удобно вкладывать в капитал. Трамп говорит, мне нужно возвращать производство внутри США. Для этого у граждан должна быть высокая покупательная способность. А если мы сейчас при накопленном долге начнем повышать ставку, то они вместо того, чтобы покупать, начнут возвращать кредиты. покупательная способность упадет экономика ровно. В реальности спасти вот эту модель, которая создана в 81-м году, и которая называется экономика, невозможно. Потому что накопленный долг слишком большой, и стимулирование экономики через снижение ставки больше не работает. но тогда Соединенных есть у них СССР 89-90-го года, то в этом случае они должны пройти через такой же кризис падения спроса, как прошли revenue. Прошу прощения, сейчас я выключу. А у нас в Японии, в России, в Японии и в Восточной Европе очень сильно упал ковид жизненности со сверхупотреблением из 50-х годов. Да, у стран Восточной Европы были какие-то дотации с Брюсселя, особенно в Польше и в Прибалтике, но уже объявлено, что с 20-го года их не будет. Уровень жизни упал. А вот в Китае, в Западной Европе и в США этого спада еще не было. В результате Китай, Западную Европу и США ждет очень сильное падение уровня жизни России. Что они будут с этим делать, абсолютно непонятно. Потому что политическая система этих стран не умеет работать с постоянно падающим уровнем жизни России. Более того, изменится вся модель социальной структуры общества. С 81-го года во всех странах, в которых использовалась эта модель стимулирования спроса, очень сильно вырос средний класс. То есть больше половины населения стали использовать некую типовую манеру поведения в потребительской сфере. Но очень условно. Что такое средний класс? Это отдельное жилье. У бедных квартира на квартирном доме, у богатых особня. А внутри, да, от, ну как бы отдельное жилье обязательно, но если особняк, то, грубо говоря, одна комната на каждого члена семьи. Это минимум компьютер на семью, а раньше был телевизор, максимум телевизор в каждой комнате. Это автомобиль, минимум автомобиль на семью, максимум автомобиль каждого члена семьи. Ну и так далее. Если у вас уже есть коллекция автомобилей, это уже обогаточный. Так вот, этот самый средний класс, он начал формировать все. Вот если вы посмотрите рекламу в телевизоре, рекламу в глянцах и рукавах, рекламу политических партий, то вы увидите, они все ориентированы на средний класс. Но этот средний класс существует только потому, что его потребление датируется. В Соединенных Штатах Америки эта дотация шла через рост частного долга. В Евросоюзе она шла через рост государственного долга. Государства не так просто залезали в долги, они в реальности стимулировали потребление граждан. Сейчас этот средний класс исчезает. Что из них делать дальше? К слову сказать, еще одно свойство этого среднего класса. Этот средний класс очень нуждается в государстве. Очень сильно. Потому что у него есть собственность, которую он сам защитить не может. Богатого человека есть свои механизмы защиты собственности. У бедного человека нет собственности. У среднего класса есть машинка, квартирка, еще чем-то. И он очень боится, что какой-нибудь нехороший человек его возьмет из квартирки выгодит. Ее, например, попродаст. Вы скажете, что такого же бывает? Особенно, например, это в социалистических, в бывших социалистических странах практикуется с одинокими стариками. Отбор квартиры, потому что мы потом ее оправдали. Поэтому нужна система защиты. А если нужна система защиты, если у вас есть много людей, которые готовы терпеть государство, то в этом случае государство, особенно если оно контролируется финансистами, начинает разрушать главный консервативный инструмент, институт, семью. Почему? Потому что у власти находятся банкиры. Потому что модели развития последние сто лет – это эмиссия денег, которые празднуются в экономику через банки. Банки получают самую большую долю прибыли. Консервативные институты никогда не любили растущего. По этой причине банки всегда очень плохо относились к семье. Но ее нельзя так разрушать, потому что она обеспечивала социальную стабильность. Так что папа и мама объясняют детям, что нужно слушаться старших и начальников. А если у вас есть средний класс, то нужно объяснять – вам нужно слушаться старших и начальников, потому что если вы этого не будете делать, то вас отберут в вашу собственную стабильность. До конца 70-х годов во многих европейских странах, например, в Ликобритании, гомосексуализм считался уголовным преступлением. С 81-го года началась очень активная либеральная атака на себя. Сегодня мы это видим в полном объеме. Геи. Парады, ювенальная юстиция, отбирание детей и так далее. Это результат либеральной революции 81-го года. Так вот, в результате кризиса средний класс исчезает. Если средний класс исчезает, то надо возвращать семью. Потому что в противном случае удержать ситуацию станет невозможно. То есть это означает радикальные изменения тех механизмов, которые создавали то либеральное общество, в котором мы живем последние пару десятилетий. Это радикальные изменения. Вот абсолютно. Что с этим будет, я не знаю. Потому что конфликты, которые при этом будут возникать, будут очень сильны. Но с этим нам придется столкнуться. Совершенно непонятно, как будут себя вести вот эти вот представители среднего класса, когда они поймут, что их лишили денег. А что вы стоите наверху и спускаетесь. Когда эти решения привычны в уровне жизни навсегда. Знаете, это очень тяжелая психологическая травма. И никто не знает, как люди будут себя вести вот в этой ситуации. В Российской империи в конце 19 века был один вопрос, который вызывал у людей страшное раздражение. Это был вопрос сословности. То есть люди, которые честно делали карьеру, ну, грубо говоря, получали к 40-45 годам, что по тем временам было много лет. Сейчас это еще молодость. А тогда это было много. Они получали, скажем, генеральскую должность. И обнаруживали, что соседняя генеральскую должность получает мальчик 22-23 лет, просто потому, что она вырос в правильной семье. Это вызывало дикое раздражение. И как следствие произошла революция 1917 года. То есть ее реально поддерживало все общество. Вот как будут существовать страны западные? О Восточной Европе нужно разговаривать отдельно. Это все немножко более сложно. Они еще помнят времена консервативных. К слову сказать, анализ настроений, ну, условно говоря, Польша тяга к либерализму, Польша тяга к консерватизму. Польша показала, если вы не можете нанести это точечки, этот либерал-консерватер. На карте минешней Польши видна граница Российской империи до 1917 года. Ну, то есть настроение людей очень устойчиво. Ну, если вы посмотрите сегодня на карту мечети в Германии, то вы увидите границу между ГДР и ФРБ. К западу от нее много мечетей, а к востоку практически нет. В общем, а как будут себя вести вот эти вот больше 50% населения, когда они поймут, что их лишили всего и навсегда? Это мы, кто не знаем. Еще раз повторяю. Мы, то есть Восточная Европа во многом, Республики бывшего СССР и Япония, эту ситуацию уже преодолели. Мы в ней живем уже почти 30 лет. А они с ней еще не сталкивались. Как они будут себя вести, что они будут делать в этой ситуации, абсолютно непонятно. И при этом абсолютно очевидно. Ну, в Соединенных Штатах Америки уже появился Трамп, как консервант, а не либерал. А в Евросоюзе ни в одной стране, за исключением, может быть, Венгрия, нету аналогов таких консерваторов. А политики тем и отличаются, что они не могут взяться, как чертика с табакерки. Люди должны расти. Да, сегодня мы видим, что рейтинг Меркель падает и ее партии, что падает рейтинг французских традиционных партий. Но левые партии пока в Евросоюзе в очень слабом положении. А в Соединенных Штатах Америки, к слову, уже реабилитировали термин социализма. Да, разумеется, это не тот социализм, который был у нас, потому что они понимают под словом социализм перераспределение активов от богатых к бедным, а мы подразумевали отсутствие частной собственности на средства производства. Но слово уже реабилитировано. К слову, никто не читал, что там говорит Грета Думберг. Все ее держат за дуночку. Может, она и дуночка, я не знаю. Но если послушать, что она говорит, то она говорит не только там о зеленых, она еще говорит о том, что богатые должны делиться с бедными. Так что я не исключаю, что у нас будут очень любопытные моменты происходить. Собственно, на этом я хотел бы закончить. Сказать, что в мире, в котором мы сегодня живем, будут происходить очень сильные изменения, радикальные изменения. Но при этом, в отличие от ситуации 1991 года, нет ни малейшего представления о том, в каком же направлении нужно двигаться. И это, к слову сказать, дает массу возможностей для молодежи. Потому что у них неиспорченные мозги старого схема. Да, конечно, и пытаются в голову задурить. Их не учат, им рассказывают разные байки про свободу, демократию и прочее, и прочее, и прочее. Но, тем не менее, вот это новое, будущее, будут строить именно молодые. И, соответственно, надо внимательно очень смотреть, как их учат, чему учат, и, может быть, помогать им учить. В свете того, что жизнь от них будет зависеть сильно больше, чем предыдущие. Спасибо. Какие будут вопросы? У нас тут есть технику. Михаил Ильинич, спасибо вам. Я давно, ваша председательница, еще с времени конец ПАКС-Американом, мы уже не верим. Давно. Да, очень давно, но мы теперь все убедились, потому что я действительно была правда. Я хочу по поводу последней вашей книги спросить. Как нам здесь можно ее приобрести? Вашу книгу последнюю, как здесь можно нам приобрести? Вы знаете, я, ну вот тут есть товарищи, которые обещали съездить в Москву, и привезти. Вот. на самом деле, но на самом деле, я думаю, что можно написать, набрать в интернете фонд Хасина, выскакивает сайт фонда, и туда написать. Мы хотим получить, потому что люди в Европе книжку получают. я точно не знаю. Да, да. А? Да, я понял. Да? Пять лет. Да. То есть это на самом деле не правда. Она может идти будет долго. Почта России рассылает по миру. И второй вопрос. Профессор Катасонов говорит, что нужно готовиться покупать сельскохозяйственный инвентарь и землицу какую-нибудь. Вы говорите, что покупать лучше золотишко. Как нам здесь быть? Какие перспективы здесь у нас на Балкане? Ну, вы знаете, вообще говоря, эта тема такая сложная. А я много довольно консультирую людей по тому, как хранить сбережения, но ровно потому, что я этим занимаюсь, я могу сказать, совершенно невозможно дать общий совет. Это зависит от опыта человека, от тех условий, в которых он живет, от его темперамента, там много еще ничего. Потому что, ну, ты, а ты скажешь человеку, нужно купить золото и не мучиться, а он живет по принципу темна украинская ночь, но сало надо перепрятать. Ну, и у него сразу возникает желание через три дня это золото продать, купить еще что-нибудь. То есть, этим надо, можно как бы, разговаривать долго и упорно. я бы сказал, что сегодня, если речь идет о долгосрочном активе, это золото, конечно, желательно, опять-таки, я знаю российскую ситуацию, да, в России надо покупать медоносцы, золотые монеты, потому что они не облагаются налогом. Вот, об алкаре, я не знаю, что можно. у золота имеется один недостаток. По золоту довольно большие скачки цены, и если вы купите золото сегодня, то может оказаться, что через два-три года оно будет стоить меньше. Вот через 20 лет оно будет стоить больше. То есть, если бы вы купили золото, когда оно стоило 280 долларов за трех курус, а оно поднялось к 2000, это да, упало до 2100. Сейчас, правда, с новостью. По этой причине золото это инструмент долгосрочного хана. То есть, если вы, условно говоря, у вас родилась дочь, и вы хотите сегодня сделать накопление, так сказать, на ее предание, когда она будет выходить замуж, в 20-30. Когда пенсии не будет, да? Вот тогда забывайте на пенсию. Это тоже у меня была мысль, что лучший способ, лучшая пенсионная программа для молодых это с каждой получки покупать золотую деньги. Ну вот, а дальше, когда вы хотите на пенсию, ее продавайте. Сейчас, если память не изменяет, победоносец стоит около 20-ти на тысячу рублей. Это уже вполне себе деньги, на которые мы работаем месяц, на пенсионных. Поэтому, вот такая штука. Спасибо. Пожалуйста. вопрос. Как будут вклиняться цифровые деньги в экономике, пенсионные и будет поддерживать себя на все какое время? Это хороший вопрос. Мы уже несколько, пару лет регулярно устраиваем семена, такие, в разных местах. Следующий будет 8-го декабря на тенерифи, в которых обсуждаем эти темы. Потому что я склонен считать, что цифровые деньги будут использоваться реально, только как вспомогательный инструмент, пока будет рушиться мировая доллара в систему. как только она рухнет, после этого будут созданы региональные валюты, условно говоря, будут зоны евро, зоны евразийской условно рубля, зоны китайской, зоны индийской, зоны доллара, может быть еще что-нибудь. А и дальше в этих зонах со всеми альтернативными валютами будут поступать довольно строго. Ну, еще и потому, что государство крайне ревниво относится к налогу по вполне понятной причине. Но как реально будет выглядеть система взаимодействия вот этих вот зональных валют, скорее всего, фиатных, которые нужно опечатать цифровыми валютами, я на этот вопрос пока ответить не могу. Это, собственно, никто не может. ответить не могу. Да. А как вы видите, да я докричу, а как вы видите роль государства в будущем экономическом кризисе? Ну, понимаете, если речь идет о распаде мира на валютной зон, то именно государства должны делать из нынешних отдельных частей единый систем разделения труда, отдельные самодостаточные кластеры. Этим будет заниматься государство. При это в одних зонах будет грубо говоря свобода бизнеса полная, в других будет очень сильный контроль государства, в разных по-разному. Но то, что государство сильно вырастет, это точно потому, что только государство может в условиях существенного падения уровня жизни обеспечить стабильность. Ну, и еще для многих стран возникли эти запросы обладают теми. Вот, грубо говоря, я когда в Польше и рассказывал, что у них будет, это, кстати, было до того, как Евросоюз принял решение о том, что с 20-го года денег больше не готовы. То есть, на самом деле, они все еще хуже, чем я еще себе рассказывал. Но я им сказал, что, ребята, единственный шанс в Польше это войти в Евросийский экономический союз. Вот вам смешно, а премьер-министр Венгрии Орбан уже давно говорил, что экономическое будущее Венгрии на востоке, а не на западе. Ну, потому что он человек трезвый. Может быть, именно по этой причине у него и рейс, на таком высокий Венгрии. ответ поляков меня совершенно потряс. А в Польше же все люди там старше 45 лет говорят по-русски. Они говорят, Михаил Ильич, что вы нас агитируете за советскую власть? Мы это и так знаем. Мы пока ничего не можем сделать, потому что у нас во власти проамериканская политическая группа. Но вы нам поверите, через некоторое время их не будем. И тогда мы к вашим мыслям вернемся. Это не я придумал, это мне полято сказали. А как вы понимаете, отношение поляков к России, оно сложно. Причем при этом вот мое личное ощущение Польша наиболее близкое русскому человеку страну. То есть вот я когда был в Польше, то я регулярно терял ощущение, что я за границей. Болгария близкая русскому человеку страну. Все-таки он понимает, он не дом. А в Польше регулярно возникает ощущение, что дом. Ну, собственно, это известно. Так что сами си лисо как раз между родами. Посмотрите, прости, Господи, хахло. Ви казахте, че капитализма может да се разширява само до не было известно положение. Господи, мне сказали, что капитализм в решение, что может быть в этом направлении? Да. Не се ли опасявате, что как на два пъти случилось через ХХ век, когда капитализм стигает до этого положения, стигает до голям военный сбросок? А вы говорите, что это может идти на сегащна капитализм система и еще один въпрос. Вие казахте, че сегашна капитализм система е заплашена от сриване. Еще один въпрос. Вы сказали, что линейная капитализм система подблежда сегащна сегащна система. Това означава ли, глобалния хегемон в света е заплашен от сриване? А значит, глобалния хегемон мира подоброза и ето въжи сриване? Понеже глобалния хегемон контролира света точно с тази капитализмсистическа система. Поскоро глобалния хегемон контролира мира, така е смеяна ето из капитализма системы. Благодаря. Спасибо. Понимаете, любая война может быть только между, условно говоря, конкурирующими и сравнимыми структурами. Между США и СССР. Между там Антантой и Тройственным союзом. Сегодня вся мировая экономика это единая долларовая система. Кто с кем будет воевать? Ну, если угодно, это один организм. Не может правая нога воевать с левой рукой. Это невозможно. Для того, чтобы началась большая война реально, необходимо, чтобы мировая долларовая система распалась на части, чтобы эти части сформировались как самостоятельные центры силы. И вот тогда, между этими центрами силы, может произойти война. Но это в современных условиях 30-40 лет не меньше. пока нету предметов. Субъектов для войны нет. Нет. Может произойти что-нибудь такое. Например, Венгрия решит отобрать умыни и трансилуальное. Может такое быть? Может. Но это... Ну, я не говорю про то, что Венгрия выигрывает. Это понятно. Но это не война. В смысле, для мира. Это региональный конфликт. Вот региональные конфликты быть могут. А войны быть не нужны. Теперь, что касается Соединенных Штатов Америки, чтобы было понятно. Средний долг американского домохозяйства в истории США никогда не превышал 60% от реально располагаемых домов. Ну, прикиньте, да, сколько вы получаете в год? Можете ли вы обслуживать долг, который составляет 60% от этой суммы? А после начала регионовики, к 2008 году, этот долг вырос до 130%. Вот 130% обслуживать человек не может. При этом средняя зарплатная плата в Соединенных Штатах Америки по покупательной способности соответствует уровню 1957 года. Обращаю ваше внимание, расходы у них больше, потому что растет долг, а доходы очень низкие. И вот это и есть главная проблема. До тех пор, пока работает механизм стимулирования спроса, все тихо. Но этот механизм уже практически выработал свой ресурс. ну, еще один пример той же картинки с войны. Вот у вас машина. Вы утром вышли на улицу и увидели, что кто-то порезавший вы не можете ехать. Вы можете посмотреть показания в видеокамерах, обратиться в полицию. Вы можете там опросить по соседям, но вы понимаете, кого искать и с кого взыскивать в вину. С того, кто порезал. Это был человеком. Теперь представьте себе ситуацию, что вы сели в машину, мотор не заводится. Вы открываете капот и видите, что блок цилиндров тресл. И в этом случае единственное, что вы можете сделать, это, ну, как бы если машина старая, то купить новую машину. Если машина относительно новая, то заменить блок цилиндров. Но это вы должны делать. Вы должны делать. Вот проблема современных Соединенных Штатов Америки состоит в том, что никто не виноват. Никто не хочет этого кризиса. Вот в девяносто первом году СССР мог кричать на руководительность, это не мы, это вот они нехорошие такие. В Болгарии можно было говорить в 89-е, в 90-е. Это не мы разрушили социализм. Это вот в Москве Горбачев нехороший человек взял и отказался покупать продукцию нашей промышленности. Вот это можно было. А сегодня такое не скажем. Потому что некому понимать, никто не хочет кризис, даже Китай. Но ничего нельзя сделать. Вот блок цилиндров, то есть двигатель всей экономической системы рассыпается на глаза. Пошли. Господин Фаско, как бы я помнят? А. Казахте, че не може да има война, защото няма стоящи економически системи, но преди Първата световна война, мисля, че също не има алтернативна економическа система на капитализма. Вы сказали, что нельзя, чтобы война не разговаривали после того, что нету альтернативной системы, которая должна война война. Но, по сути, когда произошла Первая мировая война, тогда не было никакой альтернативы, в том числе, как ты рисковал войну? Нет. Тогда было несколько различных систем разделения труда. Они все были капиталистические, но они были разные. И они между собой конкурировали. Британская, германская, американская. Потом формировалась японская, чуть позже советская. А Первая мировая война началась в тот момент, когда Германия приняла программу развития флота, реализация которой позволила бы ей конкурировать с Великобританией на равном. Вот когда началась война. А сейчас нету независимых систем разделения труда. Она одна. В центре Соединенных Штатов. Вот почему. Для того, чтобы могла возникнуть война, она должна распасться на кусочки, и эти кусочки должны осознать свою самостоятельность. Это тоже достаточно добрый процесс. Михаил Леонидович, огромное спасибо вам за лекции в Ютубе, за сегодняшний день. Я буду на что так обратить внимание. Слушая все ваши выступления, меня, собственно, сюда вытащили из Прибалтики товарищи специально. Я занимаюсь математической психологией и стараюсь внести в нее еще теорию катастрофы и видений, где Владимира Игоревича Арновыха. Скажите, пожалуйста, Вы занимались вот такими работами именно теорией катастрофы или теорией устойчивой и неустойчивой динамической системы? Значит, я окончил механико-математический факультет МГУ кафедром теории вероятности. И моим научным руководителем был Яков Игоревич Синай. И я занимался теорией динамических систем. То есть я занимался вот этими вопросами, значит, стахастики и прочими, и прочими. Но после окончания университета я пошел работать в Институт физической химии Академии Наук СССР, в которой я занимался теоретическими вопросами моделирования движения молекул. И, к слову, сказать это все туда же, потому что я показываю, почему существующие компьютерные методы не позволяют эти задачи решать. Я, по-моему, рассказал смешную историю, но просто другие ее не поймут, поэтому я не буду ее сейчас рассказывать. Вот. И по этой причине я уже больше к этой теме не возвращался. А потом я из статистической физики, я пошел в Институт статистики уже Госкомстата в конце 80-х, и оттуда вышел на экономику. Вот. Поэтому этим я уже не занимался. Где-то после года 88-го. Ну, а проекты на сегодняшний день, на сегодняшний день. А понимаете, в чем дело? Да, конечно, есть очень много очень интересных тем. Мы сейчас занимаемся моделированием современных экономических систем. Мы разработали альтернативные модели, не линейные. Не те, которые я уже делаю, а альтернативные. Но обнаружилось при этом, что современный экономический кризис в общем описывается значительно более простыми моделями. то есть один параметр. Ну, нет. Вы извините, пожалуйста, что я срываю вас. Вот нынешний кандидат на пост президента Соединенных Штатов, который я объявил себя. Вот он объявил вот перестройки. Но дело в таком контексте может быть представлено. Скажем, слово «перестройка» Слово «перестройка» прекрасный синоним является слово «метаморфоза». И вот в каком духе, вот именно в таком ключе, когда, знаете, что такое обычная семья, когда есть мать, хозяйка, а при метаморфозе это все меняется наоборот, до, скажем, ну, женщины легкого поведения. Это просто масштаб кризиса. В истории, ну, в Европе последние двух тысяч лет дважды был кризис такого масштаба. Просто мы этого не помним. Первый был в IV-VI веках, когда античная модель сменилась на феодальную. И точно так же не было никаких представлений о том, как будут выводить экономику. Результат, кстати, был совершенно катастрофический. Выплавка металлов, количество кораблей, количество коров, которые на лугах пасли, уменьшилось в десять раз. Грубо говоря, с 200-го года до 800-го. А второй такой кризис был в 16-17-е годы, когда феодализм сменился капитализмом. То есть в этом смысле то, что будет происходить, это не катастрофа человечества, это катастрофа экономической модели. Да, это сложно, серьезно, но для большинства людей не смертельно. Да. Спасибо вам, большое спасибо тебе сегодняшняя лекция. Мы давно писали, присоединяющие, новой античинской конференцией. Да. Едем, верно, несколько месяцев назад. Как се участвовали измотвителям, в ней, до 16-17? Я думал, что я не могу сказать. Но дело в том, что следующий шаг будет после ноября 2020-го года, после того, как трап выиграет друг друга. Ну, теоретически он может их и проиграть, но мне это представляется маловероятно. А вот как только он выигрывает, он вплотную вернется к этой теме. Вcart怎么 с Sulawba. Что это будет? Я не буду принимать у тебя. Незидентная связь. Вкусная ситуация. Станин, вопреки. не вопреки. Это вообще известно. Потому что семья начинает размышлять на тему, как воспитывать еще чего-то, еще чего-то. Детей. А причина главная очень простая. Семья носит консервативные ценности. Консервативные ценности всегда говорят, что растовщичество – это плохо. Собственно, мы это хорошо знаем. В консервативном исламе сотный процент расчет больше. Вот так и тут. Это известная история. Есть такая старая шутка, что демократия – это власть демократов. А либерализм – это власть финансистов. Финансисты не любят консервативные ценности. Семьи любят. Но это, впрочем, хорошо видно по атакам либералов на консерватора Трампа, которого они непрерывно обижают. Семьи любят консервативные ценности. Здравствуйте. Я в Космосске думаю, что проблемы Deutsche Bank в Германии могут ускорить начало 30-30 годов? Ну, мне первый раз сказали про то, что Deutsche Bank на грани банкротства в 2015 году на Родосе, на форуме «Диалог о цивилизации», бывший директор МВФ от Японии. Мы с ним обсуждали тему кризиса, что должно, что может ухнуть. Он говорит, ну вот, я подозреваю, что может ухнуть. Но потом он сказал, но с другой стороны, ему могут не дать ухнуть. Вот мне кажется, что до сих пор не готовы. ЕЦБ печатает триллион евро в год. Ну, можно помочь какое-то время Deutsche Bank. Всем помочь нельзя, например. Поэтому я склонен считать, что они какое-то время будут эти дырки затыкать. Ну, а дальше по мере роста количества этих дырок, по мере роста их ничьи, в какой-то момент это всё будет. При этом фактором, который это вызовет, может быть, всё, что угодно. Взрыв фулкана, или ещё чего-нибудь в этом роде. Всякое может быть. Вот я хотел твой вопрос задать. Может, Вы слышали, Михаил Леонидович был болгарский писатель, Георгий Марков, который покинул страну во время социалистической Болгарию. Он жил в Великобритании, потом жил в Атропии, вроде болгарской спецслужбы. Что-то подобное случилось с Вашим олигархом Березовским? Совсем недавно я услышал от Вас такую странную версию по поводу отравлений из Киполя. Вы могли бы рассказать более подробно, какие у Вас мотивы, чтобы рассуждать в каком плане? Ну, понимаете, когда я об этом, когда я это объяснил, это было непонятно. Сегодня это абсолютно понятно. Смотрите, сейчас идет грандиозный скандал в Соединенных Штатах Америки по поводу дела Байдена. Трамп хочет заставить украинских политиков рассказать, как они давали деньги Байдену. Соответственно, команда Байдена активно пытается отбиться и сказать, что ничего такого не было. А вот теперь вспомним 16-й год, когда команда Клинтон очень активно пыталась объяснить, что Трамп агент Путин. Нет, ну, конечно, любой российский человек, он должен преисполниться гордостью. Конечно, типа, вот, мы тут этого Трампа поставили, да? Но все же понимают, что это серьезно. Теперь вопрос, а кто готовил документы? На Украине сидело несколько человек, которые писали фальшивки на тему о том, что Трамп работает на Путине. Но не только на Украине. Эти фальшивки писались и в Великобританию. И делал это Скрипаля. И по этой причине, как только стало понятно, что Трамп не будет президентом, англичане, которые, в отличие от украинцев, собаку съели на политических интригах, поняли, что Скрипаля надо убирать. По этой причине, кто отравил Скрипаля, мне абсолютно очевидно. Это сделали британские спецслужбы, которым нужно было спрятать вот эти вот свои ляпы. При этом все претензии абсолютно бессмысленны. Да, действительно. Трамп может поднять документы. Трамп может найти фальшивки, которые изготовлены в Британии. Но британцы скажут, а мы священы причем? Какие-то ваши ребята наняли Скрипаля. Ну, спрашивали Скрипаля. Видите, он уже это был. Его-то и нет уже. Ну, я прошу прощения, да? Ну, чего уж там? За что там Скрипаля, да? А этот, прошу прощения, педофиль. Который только что скончался в, совершенно случайно, в американской тюрьме. Каким фамилией? В Вайнштейн. В Вайнштейн, да. Эпштейн. Эпштейн. Ну, пожалуйста. Это что? Это тоже руководство? Ну, тут уж как-то даже американцы не решились. Ну, правда, можно сказать, что это невидимая рукородка. А между прочим, шутки шутками. Человек, который был главным экспертом по делу Литвиненко, еще один специфический персонаж, покончил жизнь самоубийством, залежившим сразу двумя ножами. Это мне напоминает, да, что, соответственно, да, убил себя тремя выстрелами из пистолета, а потом контрольно выстрелом в голову. Ну, вот, понимаете, ну, это настолько шутка белая нитка, что просто уже даже не приучено. Да, вот просто вот настолько лезет. Ну, да, качество работы британских спецслужб упало. Ну, можно только посочувствовать. Но от этого суть-то не меняется. Причем, понимаете, это все же, ну, как бы все серьезные люди знают. Что там говорила Меркель весной? Что ее главная задача за оставшуюся суть – поднять политический вес Германии на тот уровень, который соответствует трем политическим тяжеловесам современного мира. Трампа, Путина и Сити. Ну, и чего? Поэтому, понимаете, когда начинаются вот эти вот игры, ну, как бы, я не знаю, я вот советский человек, и я вот эти вот штуки вижу в лед. Да, когда что-то реальное, а когда мне вообще на душу вижу. Ну, вот в истории Светвиненко, в истории со Скрипалями. Ну, вы меня простите, конечно, я это где-то привлекнуло. Самое радиоактивное место в Лондоне, по этому самому, по Лондону, было в квартире Перезовского. Так уж жизнь сложилась, что я знал Бориса Адрамовича Перезовского. Я могу вас увидеть. Я не плотко, если бы я отвечал на вопрос, я бы сказал англичанам следующее. Вы приняли на свою территорию человека, про которого точно известно, что он мошенник и убийца. Вы ему предоставили свободу? Мы вообще не рассматриваем никакие претензии по любым вопросам, связанным с оперизацией. Это ваша проблема. Вы его приняли. Точка в целом. Тема закрыта. Вы читали книжку «Остров сокровищ». Они там что добывали, искали? Ни палладий, ни осени, и даже не бурьянты. Они там золото искали. Понимаете, золото – это очень ценный элемент. Он обладает некоторыми качествами совершенно удивительными. Ну, во-первых, оно очень легко верифицируется. Очень специфический цель. Очень, как это, арканолептический. Да, оно очень тяжелое. И оно очень мягкое. Чистое золото. Почему золотые монеты на зону? Упробовали. Потому что золото, как свинец, его можно пропустить. Сейчас научились делать сэндвичи. Дело в том, что есть один металл, который по тяжести совпадает с золотом. Это вольфрам. И можно сделать сэндвич в середине вольфрама. И вот только свое золото. Но проблема в том, что у вольфрама совершенно другие электротехнические характеристики. То есть теоретически по емкости этого скидка тоже надо определить моноленку. Для маленьких монеток, типа Георгия Ромедоносца, четвертьюмцы, тогда вообще ничего внутреннего не запихнешь. Она как советский пятак, а даже маленькая вообще. То есть это, ну и наконец, золото в мире ограниченное количество. И его невозможно произвести много. Точка. То есть это естественная единая мера стоимости. Вот ничего лучше придумать пока не удалось. Вот и все. Ну и история. Все читают. Остров Сокрович. Да и не то, Остров Сокрович. У меня такой дубительный вопрос. Если мир распадется на макро-регион, как Вы говорите, что случится с китайским проектом? Мога Шоукул? А Вы знаете, он не размочился. Его больше не будет. Дело в том, что, у Китая, ну вот, нужно всегда сравнивать. Да, все знают, у Китая очень большой профицит внешний моторобор. Ну, грубо говоря, полтривиона долларов в год. Скажите, а какой у Китая профицит платежного баланса? Не знаете, я вам скажу, у Китая дефицит платежного баланса. То есть, иными словами, в Китае все доллары, которые он получает, вывозит. Почему? Дело в том, что Китай стимулирует внутренний спрос за счет эмиссии. В Китае очень много горячих юаней. Как они решают вопросы с тем, чтобы не было инфляции высокой? Они разрешают эти юани, на эти юани покупать доллары, которые образуются от профицита. Они стерилизуют внутреннюю массу денежную за счет этих юаней, за счет этих долларов. А дальше эти доллары надо куда-то девать. Вот по этой причине они и занимаются этим проектом «Пояс и путь». Теоретически изначально была мысль, что они доберутся по суше. Почему по суше? Потому что море контролирует флот Американцев. Что они по суше доберутся до Евросоюза, где будут покупать китайские товары. Сейчас уже всем понятно, что после кризиса никто в Европе не будет покупать китайские товары, потому что денег у европейцев будет только на еду. По этой причине, если будут, по этой причине эта тема уже закрыта. Ну вот я был в Китае три недели назад, я с ними разговаривал. Они, в общем, примерно понимают. Они вслух об этом не говорят, но они же не дураки. Все, они прекрасно понимают, что, в общем, эта тема… И вы обратите внимание, активность их постепенно… политическая активность их падает. А деньги все равно нужно тратить. Вот они говорят, что недавно гену окупили. Ну, по-русу. Давайте тогда подниму вас к вопросу, Дорога Монкова. Последние вопросы, будем туда застать. Предпоследние. А за что смятались, что это в случае президента технично на новое производство, что падает в целом стегменте? А я не то. Что вы думаете, что после кризиса политическое потребство, войдет как подобное контроли, а я не знаю, что я не знаю, что дали адресатнен, ахимизм, но возможно эти цифры цифры, цифры. А в примере, я не буду преподавать, что вы занимаете с ним раз Everton Кеу Украину. Вы когда-нибудь работали программистом? Да, мне. Вот и я тоже давным-давно. Но я знаю точно. Не бывает такой программы, в которой бы не было ошибок. Иногда ломается сразу. Иногда ломается сразу, иногда не сразу, но ломается. История про, казалось бы, Microsoft, Windows. Как вы будете делать цифровой концлагерь в такой ситуации? Ну не получится. Понимаете, вся эта цифровая штука, а что касается не цифровой штуки, народ не может есть цифру и не может ходить одетым в цифру. И сразу у вас вылезает реальный сектор. Ну и все. То есть вся эта цифра, ее роль и значение, именно вот такое, она связана исключительно с колоссальными финансовыми пузырями. И как только у вас наступает кризис и падение спроса, то у вас люди от гаджетов начинают отказываться. В России в 1998 году, после кризиса, резко сократилось количество людей с мобильными телефонами. Ну потому что денег не было. Вот я не замечаю, что что-то подобное может произойти. Поэтому это, конечно, не стопроцентная уверенность, да, это просто мое мнение, что будет вот так. А может ли я просто так? Много не шуя вопрос. Много не шуя вопрос. Петра, слава. А, след като, а ви трябва да ревина към следващия фаза, като се включите из данного, и снимите реиндустриализация. И снимите реиндустриализация. И снимите реиндустриализация. Тръмши върши производство в Татайон в Америка. Типа, но не реиндустриализация. Как в России, правят собствените за спорно отношения. Тук още соединена фонд в Америка. Уссия, правят компетити за инфорта, за место. В России била дяволена попитка за делачи от форта, за мишени. Тук още соединена со соединена фондове. Фондът нега може и мишени. То есть, пока мы занимаемся только по осваиванию еврофондов, но понятное дело, и скоро кончатся. Это очень великателно. Знам, знам. Но в моменте само соединены. Показайте только осваивание. Те и два са материалности к производству. Мисли, говорите реальность. Виждам един реален много болезнен проблем. И това е, че... След това се случи 30-та. Ето точно как произведел. Андрей Шконников много от середа на... Андрей Школа. Както говорите, Андрей Школа? Много от професии середа на услуги, които са зависи от сегащата. Но възможности с професии, които е связана с сектор на услуга, като е всичказна с сектор на услуга, като е всичказно. Те не може да казваме в любо, да завиши вържава с любо. Знаеш, той лишето да е визносторно, да вържеш с това дружка, бошон и такива неща. А профи има умения днес, като младешта, профи им с... А какие умения уже нещи, а възможности, а възможности. Когда очень хочется кухнать, то молодежь начинает разбиратся. Аз не вижу отрывные рефори, но възможности. Я согласен, это проблема не възможности. Но вскоре възможности, то е поважно. Възможности, че имате екип, възможности, а възможности. Вы говорите, что у вас есть команда и можете сами, как вы можете найти, вы хотите къмнического образования. Но мы работаем. А как... Как... Имате надрение на този проблем, в което са случаем, именно по отношение на и реалните производства, и всъщност производства в професии? сплатят и разрабатят более подробно, как разси имеют проблема с получения от людей в сфере реактивных, которые сейчас обучаются? Нет, обучением мы, как бы сейчас, не занимаемся, но мы понимаем, что эта тема встанет. Очень всерьез. То, что у нас, да? То, что у нас, да? То, что то, чем вы занимаетесь, а вы, как вы сфермируете, это правда. Но тем не менее, ну, вообще говоря, я согласен, конечно же. Я не знаю, была ли у кого-нибудь ситуация, при которой у вас что-то происходило в электрическом щеке, в результате в квартире не было света. Никакой нормальный человек сам в этот щит не полезен. Сам не полезен. Сам не полезен. Там 382. Научились. 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 Да, 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 да. Я могу вам сказать по секрету, что я однажды, я был молодой, я был себе внуф, 18 лет, это было на картошке, и у нас случилась катастрофа. Дело в том, что нам обещали молоко каждый день, а тут молока нам не привезли. И когда я пришел на ферму, сказал, а где же наше молоко? Скажи, ой, тут такое дело. А вдруг, а вот, собственно, вот стоит коробка. Да? Она еще не двойная, одна единственная. Ее надо подоить ручками. Может, это попробуете? Ну, в общем, результат, конечно, был не очень, но молока я надоел. Между прочим, это вообще для городского человека это такой, я бы сказал, опыт сильный. А вот так вот, давайте, последний вопрос. Я хочу сказать, что я полностью согласен, что вы не пишете идеологите, потому что... Все. Пъртък для меня был такой конкретный вопрос. Не знаю, куда я просто не имею в виду. В марте или в апреле я прочитал една народе, что Дюмин, губернатор Турско-Турско-Турско-Турско-Турско-Турско. Заключил съвращение с Шейгур, с Министерството обороне, для взаимное... ну как там... взаимодействие или в случай чрезвечайна събитие. Это может быть, но все. Может быть и, скажем, венны и действенны. Но потом не... Я подумал, а может быть эта подготовка... Мога спросить красный поворот, Владимир Апутин. Может быть эта часть из подготовки красный поворот? Да, я понял, да. Но я это называл левым поворотом. Давайте будем оптимистичными и предположим, что это может быть так, оно и есть. Может быть. Но вообще говоря, тема схватки консервативных, национальных и наднациональных финансовых элит, она всюду. В Соединенных Штатах Америки Трамп против демократов, Великобритании за Брэкзит, против Брэкзит. В Германии Меркель против альтернативы Германии, которая уже вылезла на поверхность. Ну и всюду. Если вы посмотрите на то, что происходит там в Польше, в Германии, в Чехии и так далее, там те же самые процессы. Они, может быть, не так ярко проявляются, поэтому я думаю, что в России тоже. И в Китае. И вообще это абсолютно объективная ситуация. Потому что уже понятно, что старая модель, я уже говорил, старая модель не работает. Значит, должны появиться люди, которые будут представлять новую модель. В США он уже появится. А у нас еще нет. У нас есть на евразийском пространстве. Поэтому я посчитаю, что эти процессы, да, они пойдут. Спасибо. Благодарю.